В Нью-Йорке прошла крупнейшая в мире международная выставка Art Expo. На 94-м причале реки Гудзун, где была устроена выставка, можно было увидеть как картины, так и литографии, скульптуры, фотографии, изделия из керамики и стекла. Здесь были галереи из Бразилии, Китая, России. Вообще русская речь была слышна очень часто. Московская художница Дарья Багринцева. Я выставляюсь тут не первый раз. Стенд Багринцевой находился прямо напротив входа. Ее яркие, с золотистым покрытием картины сразу бросались в глаза и притягивали к себе. Это шоу явилось уникальной возможностью для художников, известных и не очень, показать свои работы сразу сотням коллекционеров, владельцев галерей, издателей книг по искусству. Малоизвестная в Америке, но уже известная в Грузии, 13-летняя художница из Тбилиси Текла Меладзе выставила несколько своих работ, на которые трудно не обратить внимания. Дирекции арт-экспо работы понравились и девочке было разрешено выставиться. Текла уже получила предложение учиться живописи в Нью-Йорке. Отдельный стенд заняла галерея Розы Жусуповой из Астаны. Она познакомила Америку с художником из Казахстана Амандосом Аканаевым, который работает в стиле рельефной живописи с применением металла, дерева, ткани и других материалов. Так он вставил в картину «Великая Амазонка» настоящую дверь-юрты с традиционным казахским орнаментом. Дверь соседствует с обнаженной женской фигурой. Оксана Танасев уже хорошо известна в мире искусств. Среди выставленных декоративных работ бросаются в глаза яйца Фаберже. Здесь есть полное ощущение объема, трехмерного пространства. Этому в значительной мере помогают хрусталики Сваровские. Оксана с Украины. Ее волнует то, что происходит на родине. Она сделала серию рисунков на украинскую тему под общим названием «Украина нет войне» и решила все деньги, вырученные от продажи рисунков, передать Украине. Художник Татьяна Третьякова в Америке известна как Татьяна Третт. Она живет и работает в Стэмфорде, штат Коннектикут. Татьяна склонна считать себя художником-абстракционистом, однако ее работы при всей их декоративности полны смысла и главное настроение. Петербургский художник Алексей Сергеенко. У каждой работы есть свой некий посыл. В некоторых работах Сергеенко есть скрытая ирония, а русский патриотизм сочетается с ужасом от деяний своей страны. Вот, например, девушка в кроваво-красном платье и рычащий медведь на Красной площади. Были показаны на арт-экспо работы других современных русских художников. Виктора Бригеды, родом из Таганрога, живописца и скульптора Владимира Назарова, работающего в Нью-Йорке, Владимира Тасова, который живет и работает в Эквадоре. Радостно, что было представлено столько талантливых русских художников. И печально, что искать признание они вынуждены не в своей стране. Особое внимание привлекло собрание живописных работ Нельсона Манделлы, скончавшегося в декабре 2013 года бывшего президента Южной Африки. Литография его рисунков представляла на выставке галерея «Тач» из Сиднея, Австралия. Рисунки Манделлы продаются сейчас по цене от 10 до 25 тысяч долларов. А в 2002 году за них давали не более 3 тысяч долларов. Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Рейса Чернина, Нью-Йорк.